Друзья мои, всем доброе-доброе утро! Привет всем пламенный из Самарской губернии, от Курян. Девочки, очень раннее утро. Я вышла прогуляться, пока мало людей. Не спится сегодня как-то. Сегодня 6 сентября. Сегодня ровно месяц, ребята, ровно месяц, как мы бездомные. Никогда не думала, что произнесу это слово, но мы бездомные. Это не просто страшно, это невозможно принять, это невозможно уложить в голове обычному простому человеку. Рано проснулась сегодня. Виктор Васильевич поехал устраиваться на работу. Дай бог, что все у него получится. А Таня не спится, потому что думки в голове девочки. Каждая мать, каждая женщина, жена меня поймет. Вот. Вышла, хожу в тишине. Никогда не думала, что будут так рады тишине. Не в плане тишины абсолютной. Пусть какие-то посторонние звуки. Где-то что-то работает. Здесь даже фейерверки мы слышим. Сначала вздрагивали от них, а потом успокоились. Даже когда была первая гроза, мы приехали. Мы все приседали. Нам чудилось, казалось, слышалось, что это обстрел. Так что, девочки, месяц, ровно месяц, скажу прямо, скитаний каких-то. Как бы не было хорошо. А хочется домой. И умом-то понимаешь, что домой ты не попадешь. Возможно, даже, скажу страшное слово, никогда не попадешь. Даже если приедем. К чему мы приедем? Большой-большой вопрос. Страшные кадры поступают из наших мест. Ну, в основном на чужих каналах. Потому что в оккупации никто не будет снимать. Из наших репортеров снимают в основном вражеские пропагандоны, скажем так. Я даже не слушаю. Не слушаю тот бред, который они несут. Прекрасно понимаешь, что это борьба СМИ, борьба наших и их СМИ. Но, девочки, то, что мы видели своими глазами, то, что пережили, никакие уже СМИ, никакая пропаганда. Таню ни в чем разуверить или во что-то заставить поверить не сможет. Потому что мы видели сами, что происходит, какие зверства, какой ужас. Хочу поделиться с вами, что не все люди из наших знакомых смогли выжить. Из нашего коллектива пропали некоторые сотрудники. То ли они в плену, то ли погибли, неизвестно. Также моя кума родная, не Галя, а Ирочка была у меня кума. Подружка моя с самой школы. Так они и пропали с мужем без вести. Ну, по слухам, якобы сын приезжал за ними, но муж отказался ехать. Видимо, еще не осознавал. Это было 8-го числа. А уже после 8-го прошло очень много времени. Что с ними, никто не знает. Ирочка его не бросила, осталась с ним. Так что страшно, ребята. Не в плане даже того, что дома нет. А в плане тех эмоций, которые у каждого сейчас из нас. Как писали в одном телеграм-канале, что нас, Суджан, именно Суджан, не других беженцев из области Курской, из приграничья. Именно Суджан можно узнать по глазам в Курске особенно. Потому что нет радости в глазах. Один ужас. Так скажем. Сегодня я как-то на грустной такой ноте. Ну, нахлынула, потому что... Потому что потому, мои хорошие. Спрашивали девочки про подружку мою, Оленьку. Ой, девочки, очень долго я не знала, что с моей подружкой. Потому что каждый бежал как мог. Не верьте никому. Никакой, абсолютно никакой эвакуации у нас не было. Каждый спасался как мог. И что было с Олей, я очень долго не знала. И только уже, наверное, через неделю, девочки написали в группе, что с Олей все хорошо. Вместе со своей семьей, с детками, со сватами она все-таки смогла выехать. Тоже очень сложная была ситуация. Но дай бог, все сложится хорошо у них дальше. Оленька, привет тебе, если ты меня смотришь. Сейчас, конечно, мы созваниваемся. Но все равно, как поговоришь со своими суджанами, так слезы. Слезы, непонимание и даже, девочки, злость. На кого злиться, неизвестно. Но злость. За что, так и почему. Вот такие вот у меня сегодня утренние события. У мамы, а Галина, кто меня давно смотрит, тоже помнит, как мы с вами к ней в гости ездили. Тоже они успели выехать. Немножко позже нас. Сейчас они в Курске. Муж ее работает уже. Она тоже на дистанте. Так что, как-то все смогли. Кто легче, кто сложнее. У каждого своя история. Но люди смогли в безопасное место выехать. Хотя в Курске сейчас очень небезопасно. И все ближе и ближе враг. То, что нам заливают в уши о скорой победе, пока это обман. Верим в победу. Но надежда как-то пока маленькая на все это. Ребята. Вчера девчонки написали под видео Таня, выложи карту для помощи. Девочки, спасибо, конечно, огромное. Я даже прям до слез вчера дочери говорю, Саша, как это, конечно, сделать. И не хочется мне это делать. Потому что, девочки, вы знаете мой девиз. Как меня учил еще дедушка мой. Лучше дать, чем просить. Поэтому я помощи не прошу. Ну, если у кого-то действительно кто-то от души это сделает, карту, номер карты мы выставим с дочерью. Может быть, даже под этим видео или в комментариях. Но я не прошу никого. Не потому, что гордыня. Гордыня, как говорится, самый тяжкий грех. Просто каждый сейчас в сложной ситуации. И если кто-то поможет, я по себе знаю, помогают обычно самые простые люди, у которых у самих копейки. Поэтому специально, специально никакой помощи не надо, девочки. Но кто от души, чтобы не обижать вас, я выставлю карту, конечно. Так что, такие вот дела. Мысли путаются. Прохладно, свежо. Поставлю потом фотографию, какая я красотка. Патчи налепила на себя. Я думаю, надо, Таня, приходить в форму. Хватит нос опускать. Иду чистенько. Здесь это листва сухая. В основном убирают, метут. Каждый день урны убирают. Вечером придешь, полная урна. Утром уже все чистенько. Вот здесь, на этих деревьях, живут белки. Четыре, даже их или пять. Дети мои ходили, кормили их. Прямо с руки орешки берут. Так что, не только уточек, голубей, но и белочек. Подкармливаем. Но хочется к себе. Как выставили стишок какой-то в телеграм-канале у нас местная поэтесса, девочка, пишет. Хочу домой. Так и я хочу домой, девочки. До слез, до крика, до боли где-то там внутри. Хочу домой. Все, мои хорошие. Пока-пока. Не ною, держусь. Но слезы почему-то сами с собой катятся. Все. Всем пока-пока. Вы были на канале Молества. Самарская губерния. В самой Самаре. Пока. Всех обнимаю. И жду гостя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok